Всем привет! За окном серая унылость. Вместо зимней морозной погоды со снежком противный мерзкий дождь и туман. Проснувшись утром, меня мучили мысли. Я встал, начал ходить по комнате. До лета еще очень далеко. Я не выдержу это! Со стороны компуксера начала литься знакомая музычка. Иди ко мне! Я сжал кулаки и подумал. А почему бы и нет? В общем, после долгого затишья я решил ворваться на один из серверов на классический... Ворто ворто! Ставь Лукаса, если помнишь эту заставку. Луктар! Эх, любимый этап игры создание своего персонажа. Аватара мира Варкрафт. Любимая орда, орки, теплые воспоминания. Дуротар, Оргримор, Баренсы. Бобы и времена. Но я решил поиграть за Альянс. А пошел я за Альянс, так как очень мало за них играл. И хочется посмотреть, что у них там творится. Так что ничего не подумайте. Моя жизнь принадлежит орде. Время убивать! И когда выйдет классика на официалке, я буду врываться именно за Орду. Лактарагар! Что ж, смотрите дальше. Конечно же я пойду за людей. Вся прелесть людей это то, что можно создать рожу, хоть немного отдаленную, похоже на свою. А поскольку я угорел по свету, я решил создать жреца и нести в Азерот истину света. Повозившись с кастомизацией персонажа, я выбрал грамотное имя Ойген. Входим в мир и окунаемся в ностальгию. И вот он, ламповый эльвинский лес. Он настолько клёвый, что я хочу тут жить. Вот и начался мой тинуть. сернистый путь по миру варкрафт и сразу первым делом как true фанат вселенной я настроил себе панели команд а затем подошел к одному мужику это был заместитель судьи вильям своими речами вильям воодушевил меня на подвиги и попросил пройти в аббатство североземья к маршалу макбрайду для дальнейших инструкций маршал рассказал об угрозе которая исходит от местных кобальдов и поскольку я новобранец отправил меня разобраться с этой дичью по пути я встретил чувака по имени игон он дико ненавидит волков однако не прочь ответы свежей волчатины в общем в мою задачу входит убить волков и принести 8 кусков мяса и гону и завалить 10 кобальдов вредителей я приношу и гону мясо волков чему он очень рад и иду к маршалу доложить об убийстве кобальдов а теперь лайфхап я скачал себе очень удобный аддон автопрофит который создает дополнительную кнопочку в меню торговца для продажи всех серых вещей сразу маршал макбрайт очень был доволен моей работой и отправил на разведку в рудник горного эха и там завалить 10 кобальдов работяг а также он дал мне письмо от наставника жрецов но мы вернемся к нему позже я углубился в лес и возле рудника горного эха поубивал кобальдов рассказав маршалу о проделанной работе я получаю задание посложней мне нужно проникнуть в сам рудник и убить 12 кобальдов рудокопов а теперь прочитаем что за письмецо пришло на мое имя секрет успеха жреца в его связи что ж очень полезная информация в библиотеке аббатства я нашел милую жанчинку по имени анетта она была жрицей вот еще одна прелесть вов классик это то что каждый четный уровень вы можете сходить к тренеру и выучить у него новые умения что тоже является небольшим приключением выучив что нужно я попер выполнять поручение маршала и вот отголоски со стратегии по варкрафту наши любимые рудники где трудолюбивые батраки добывали нам золото устранив проблему в руднике я опять вернулся к маршалу и тут он отправляет меня в златоземье однако не спешите покидать начальную местность тру игроки а по и тут шестой уровень это обязательно плюс у своего тренера вы качнете все скиллы отправляемся на опасное задание которое дает нам заместитель судьи виллем нужно разобраться с опасными ребятами их боялись жители эльвинского леса они вытаптывали виноградники североземья самая лютая опг за всю историю штормграда братство справедливости в мою задачу входит убить членов братства и выбить с них красные холщовые бандамы красные бандамы это атрибут братства справедливости затем нужно убить головореза гаррика тихокрада который не дает покоя местным торговцам и крестьянам однако убить мало меня попросили принести его голову а потом я собираю виноград с виноградников и отношу это все одной тетке она дает мне документы о поставке винограда и их нужно отнести брату нилзу который засел в колокольни аббатство вот и отлично все дела поделаны шестой уровень получен умения раскачаны можно выдвигаться в злота земли и вот я бегу себе по дорожке и тут замечаю что за мной увязался гном чего себе надобно гном молчал я пожал плечами и двинулся дальше эй приятель отвали и и он отвалил а пусть мой лежал в таверну златоземья гордость льва где я смогу наконец-то отдохнуть и набраться сил для дальнейших приключений я сел в тихий уголочек и тут я увидел того гнома он вошел как будто кого-то искал должно быть меня я затаился в своем таинственном углу фух вроде не засек чего ему надо от меня ладно пес с ним отдохну и завтра отправлюсь дальше камине потрескивали дрова в таверне царил покой и уют сидя у огня я сушил свои вещи которые промокли под дождем завтра будет новый день а вам друзья спасибо за просмотр всего хорошего не забудьте подписаться на канал и до новых встреч и и и и и и и и